Добрый день, в эфире программа «Русский онлайн». Мы продолжаем цикл передач, который выходит при поддержке Вятского государственного университета. И здесь в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько, добрый день. Я думаю, что на слуху уже у наших слушателей это слово «сочетание русский онлайн». У нас-то здесь были и, собственно, организаторы непосредственно этого проекта, которые во всех подробностях рассказали, что это такое, о его большом международном значении. Сегодня у нас были студенты из других стран, которые изучают здесь, в нашем опорном ВУЗе русский язык. Ну а сегодня у нас педагоги, которые приехали в наш город для того, чтобы тоже потрудиться в рамках этого проекта. Я думаю, что не только в рамках этого проекта, но мы сейчас все пояснения получим. Давай представим наших гостей. Любовь Арисенкова, доктор педагогических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Любовь Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Малушка, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского госуниверситета. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Лукьяненко, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Эммануэла Канта. Ирина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Вот такие разные части нашей страны сегодня представлены у нас здесь. Мне всегда так приятно. До приезда в наш город вы были знакомы между собой? Нет. Нет, только здесь познакомились. Нет, познакомились. Насколько быстро филологи находят общий контакт? Филологи быстро находят контакт. Если мы не знакомы лично, то вот оказалось, что я знакома с работой университета имени Канта. Это очень достойная работа. Они, в общем, не только на передовых географических позициях, но и вполне владеют всеми секретами нашей науки методической. На мировом тоже уровне. Давайте продолжайте хвалить друг друга, чтобы создать такую дружественную атмосферу. Обращаю твое внимание, Володя, что наши гости приехали в опорный вуз на такое замечательное мероприятие с прекрасным русским названием «Эдьютон». Ты знаешь, что это такое? К сожалению, сейчас сходу мне сложно догадаться. Я очень хочу, чтобы расшифровали нам и название этого мероприятия, и для чего собрались. Вот сегодня, надо сказать, что мы записываем программу. Записываем в пятницу. Какое сегодня число? 24-е. 24-е. Да, а что это за мероприятие «Эдьютон», с какими целями вы сюда приехали? Все смотрят на Елену Юрьевну. Наверное, как на самого молодого продвинутого участника, скорее всего, да. Единственный из которых знает, что такое «Эдьютон». Я думаю, что мы все знаем, но что такое «Эдьютон»? Поскольку я преподатель всё-таки лингвист, не совсем филолог, филолог я по принуждению, то мне достаточно просто расшифровать данное слово. Так получилось, что я два в одном. «Эдьютон» – это две составные части от «Эдьютон» – образование и «Тон» как направление. «Эдьютон» само по себе – это мероприятие, состоящее вначале из теории, лекции известных учёных, ведущих преподавателей, которое затем продолжается мастер-классами, тренингами и заканчивается скилл-сессиями. Что такое скилл-сессия – это когда педагоги совместно работают над проектами и находят какие-то актуальные решения существующим проблемам или задачам. То есть это не для обывателя, это не для простого человека, для него это всё сложно. Да, в большей степени – это профессиональные задачи, которые требуют решений. Это масштабное такое мероприятие. Передо мной сейчас лежит как раз список гостей, которые приехали. Я бы не сказала, не гостей, наверное, неправильно говорить, гостей, да, участников, которые принимают участие в «Эдьютоне» с названием «Современные технологии обучения русскому языку как иностранному». И мне каждый раз нравится, что происходит в нашем опорном ВОЗе. Вот буквально вчера, я и говорю про четверг, 23 число, огромное количество людей, которые пришли на гражданский форум, и огромное количество гостей, которые приехали на «Эдьютон». Сегодня это продолжается, и завтра будет продолжаться всё вместе. Вот. Поскольку мы проект глубоко достаточно погружаем наших слушателей, то, естественно, мы каждого нашего гостя, который приходит в эту студию, спрашиваем о том, а что, собственно говоря, сейчас с интересом к русскому языку в России и в мире. Вот давайте оттолкнёмся от нашей прошлой программы. Володя уже сказал, что у нас были студенты-иностранцы. Представитель Сербии, Китая и Конго. Да, и мы их прямо вот с пристрастием допрашивали здесь, почему вы в России, как вы относитесь к русскому языку, что за потребность такая. И у вас, у каждой из вас в вашем университете есть тоже студенты, которые занимаются русским языком, зачем-то же они этим занимаются. Вот расскажите, пожалуйста, про ваши ощущения, где мы сейчас находимся в мире, где вот этот интерес к русскому языку. Потому что мы же помним, когда в прошлом веке были мощные прорывы в науке, мы практически чуть ли не стали ведущим языком мира наравне с английским и даже пытались переплюнуть его в этом смысле. Это немножко, конечно, преувеличивается. Любовь Фарисенко, да. Но, конечно, интерес к языку, как к мировому языку, любому мировому языку, тесно связан с ситуацией в стране этого языка, с прорывами в области науки, культуры, с политическими процессами, которые в стране происходят. Это совершенно так. Конечно, интерес к русскому языку сейчас есть, но также понятно, что на нём отражаются вот все процессы, которые вообще связаны с отношением к нашей стране сейчас. Вот всё, что происходит на внешнеполитической арене, всё отражается и на интересе к русскому языку. Давайте пример какой-то конкретный приведём. Например, наш президент неоднократно становился человеком года. Да. По международной версии. Вот это за рубежом подталкивает интерес, в том числе и к русскому языку, например? Ну, это такой сложный вопрос. Конечно, любые позитивные события подталкивают. Но в то же время, может быть, вы знаете о том, что в Казахстане, с которым у нас прекрасные отношения, в том числе и у нашего президента, переходят с кириллицы на латиницу. В Армении изменился статус русского языка с неродного на иностранный. Это просто, чтобы было понятно, это другие часы в учебной программе. Сокрастили. Сокрастили сейчас, да. В то же время там открываются новые школы. Но фактически есть законодательно принято сокращение часов в Армении. И также речь идет о том, что пора с кириллицей расставаться в Казахстане. А Китай? Как наш один из стратегических партнеров? В Китае русский язык, конечно, развивается. Но если мы будем сравнивать с другим хорошо известным мировым языком, то в процентном отношении, естественно, Англии мы уступаем и существенно уступаем. Хотя этот процесс развивается. Во всех крупных университетах есть известные уже кафедры, пишутся учебники. В Китае издаются собственные учебники для школ, например. Это не так давно случилось. Приглашаются наши авторы сотрудничать с китайским издательством. Новые интересные программы. Вот я, например, посчастливилась быть профессором Сычуанского университета. Это было в 90-е годы. Я могу сравнить. Это провинция Сычуань. Она далеко находится от нашей страны. Это юго-запад. Но и там было не очень распространено, не очень был развит интерес к русскому языку. Сейчас в существенной степени он расширяется. И также там больше гораздо студентов принимается, чем в 90-е годы. То есть если сравнивать с русским языком в Китае когда-то и теперь, то теперь больше. Если сравнивать с русским и английским, то сравнивать не нужно. Потому что такое сравнение нас не порадует. Но это вот так, как есть. Ну и кроме того, не нужно забывать о процессах, которые идут сейчас в нашей стране. Мы вспоминаем опыт Татарстана, который борется за свой национальный язык и пытается расширить количество часов как раз по татарскому языку. И там серьёзные идут на эту тему дискуссии. Если можно, я два слова скажу. В Татарстане с русским языком полный порядок при этом. Там существуют во всех школах татарских есть русский язык в существенном объёме. Мне приходилось общаться и с ректором, с проректором Федерального университета Казанского. С полным уважением. Интересные программы существуют. Конечно, все говорят по-русски, никаких затруднений в этом смысле нет. Мне кажется, что это удачный такой опыт сосуществования, содружества языков. Мне вспомнился этот пример, как раз я его часто вспоминаю. Ровно 10 лет назад я в Казани на авторынке покупал свой первый автомобиль, подержанный. Его продавец, мужчина лет 50, он практически по-русски не говорил. Мы с ним друг друга очень плохо понимали. Для меня это было неожиданностью большой. Мы живём 200 километров друг от друга. Да, такой случай тоже может быть и сейчас. Но в целом в Татарстане, я думаю, вполне такая нормальная обстановка с русским языком. То есть это принято как идея такая, да, национальное и государственное содружество двух языков. Татарстан принял такое осознанное решение и живёт в этой парадигме. Вот как раз хотела, Ирина Николаевна, обратиться на Запад нашей страны. На Запад. Я бы как раз хотела добавить, что ещё одной немаловажной причиной является всё-таки такая прагматическая причина. Потому что мы на самом деле находимся на самом Западе, мы граничим с Польшей и Литвой. И вот со страны Польши, с Польской Республики у нас обнаруживаются очень тесные связи на уровне партнёрских вузов. Потому что для поляков русский язык – это язык, знание которого несёт неоспоримые экономические выгоды. Торговля с Россией – это, в общем-то, достаточно важный экономический такой интерес Польши. И поэтому в каждом из вузов, практически в каждом из польских вузов, есть так называемое направление российской филологии. Оно, правда, не всегда выделяется в самостоятельное направление, не всегда изучается предметно русская филология. Но в паре английский язык и русский язык, как второй, это очень частотный вариант. Поэтому мы, находясь вот в таком, я спорим, близости к Польше, испытываем интерес к нашему региону, потому что студенты, изучающие русский язык, очень часто приезжают к нам на так называемую языковую практику. И это такие контакты, которые, они краткосрочные, это всегда где-то 2-3 недели, но это контакты, которые, в общем-то, регулярные, постоянные. И студенты, которые изучают русский язык как язык будущей специальности, чрезвычайно, извините такое выражение, повёрнуты к России. Они интересуются и литературой, и музыкой, и культурой. Причём изучают русский язык на таком очень, я бы сказала, приличном уровне, потому что они приезжают на практику на втором курсе, они говорят по-русски почти свободно. Поэтому проблема состоит в том, только чтобы немножко откорректировать какие-то произносительные навыки, какие-то познакомиться с регионом, с Россией. Современные нормы языка тоже какие-то. Да, современные языковые нормы, да, потому что они на самом деле это видят, они изучают такой рафинированный классический литературный язык, а приезжая к нам, могут в том числе и погрузиться в стихию разговорной речи. Поэтому вот одно направление, которое для нас существенно. Есть ещё направление, связанное с Германией. Здесь достаточно другой, более узкий такой сегмент. Есть вузы, которые сотрудничают с нами, в частности, Грайсфольд. Грайсфольд и Кильдский университет. Они приезжают к нам, ну, тоже приезжают, но на более короткий период времени. Что же касается Патфака, то это страны в основном Южной Америки, извините. Это Бразилия, Пирог, Батемала, Колумбия. И в этом году у нас есть... Тут какие интересы преследуют? Именно обучаться. Обучаться в нашем Балтийском университете. Патфак позволяет им потом поступать к нам на первые курсы, получать образование уже в рамках собственных интересов. Это вот Южная Америка, они в каком направлении действуют? Вы говорите, что в Польше экономические факторы, прежде всего, стимулируют их изучать. А здесь политика или экономика? Я думаю, что и культурологический такой аспект в том числе. Но если людям интересно, то они приезжают. И вот чисто тоже прагматический интерес в этом году мы обслужили за такое слово, извините, в кавычках. Мы приняли 30 человек из Индии у молодых людей, которые приехали целенаправленно учаться у нас на медицинском факультете. И такой довольно своеобразный эксперимент, потому что они приехали обучаться. Они зачислены уже студентами. Обучение ведется на английском языке первых два года. Русский язык они изучают вот с нуля. И задача перед нами преподавателями РКИ стоит такая, чтобы мы за два года научили их разговаривать хотя бы на базовом уровне, чтобы они потом могли пройти клиническую практику в больницах, клиниках Калининграда. То есть, чтобы они могли разговаривать с больными, получать вот этот вот аспект образования. Ну, и разумеется, не только разговаривать по-русски, но и читать по-русски, писать по-русски. И само собой разумеется. Но там, прежде всего, это как раз разговор с больным и с пациентом. Они получают образование медицинское, возвращаются к себе в Индию, работают уже специалистами-медиками. Но русский язык для них такой приятный бонус. Я хочу сказать, что это самые заинтересованные мои студенты, потому что они на самом деле чрезвычайно активно осваивают русский язык, поют песни, танцуют, в общем, все в полном объеме. Хотелось бы мне посмотреть на почерк индийских студентов-медиков. Врачи регулярно обвиняют, потому что они пишут и разручивают. Если бы я знала, я бы привезла для вас тетрадь, я пишу для них прописи, я бы показала, насколько красиво пишут, каллиграфически правильно, я бы привезла бы вам этот образец. Это правда. Волгоград. Волгоград тоже интересный, конечно, регион, да, и близость Кавказа здесь дает о себе знать. Да, у нас, в принципе, тоже достаточно много иностранных студентов. В этом году у нас многие из групп были абсолютно из иностранцев. Мне досталась группа филологов, где где-то 13 человек китайцев, два студента из Шри-Ланки и два студента носителя арабского языка. Это совсем другие студенты, Володя. Это не прилегающие территории. Восточная Азия просто осваивает наши университеты. Да, они очень активно к нам поступают, тем более они выигрывают гранты и поступают абсолютно на бюджетной основе. Поэтому для них это является таким существенным подспорьем в освоении русского языка. Я прошу прощения, Елена Юрьевна, а гранты на территории своей страны они выигрывают и едут за этот счет к нам? Или у нас какие-то гранты? Ну, они подают на грант на своей территории. В данном случае у Китая есть свои программы, которые передаются в Министерство образования нашей страны. Совместные программы. Да, да, да. И получается так, что они выбирают совершенно любой ВОЗ, совершенно любую программу, которая их интересует. То есть у нас есть тоже аналогичная программа для наших студентов за рубежом, но если учесть, в каком количестве поступают их студенты к нам, то я бы сказала, у них достаточно большое преимущество перед нашими студентами, чтобы поступить и изучить русский язык. Поэтому популяризация русского языка имеет место определённое. Филологи, которые у вас в этом году учатся, да, целая группа филологов, они будут работать у себя в странах кем? Учителями русского языка? Ну, большинство из них об этом мечтают. Но, тем не менее, у них ещё впереди очень долгий путь. Они должны доучиться на этой программе определённое количество времени. Обычно это один или два года. После этого они возвращаются к себе в страну, доучиваются на своём направлении. Это филология чаще всего. Потом поступают в магистратуру, заканчивают магистратуру, и после этого их ждёт распределение. Они учатся дольше, чем наши студенты. У них гораздо более долгий срок обучения. И после этого большая часть мечтает быть преподавателями русской литературы, русского языка. Но, как они говорят, у них не всегда это получается, поскольку мест не так много в университетах и в заведениях, которые учат этим языкам и нашей литературе. Ну, в связи с этим у них очень высокий конкурс. Вот интересный вопрос как раз. Каждая из вас немножечко затронула эту тему, и это действительно важно. Вот русский язык как конкурентное преимущество для этих студентов? Насколько действительно значимо? Для индусов, говорите, Ирина Николаевна, приятный бонус. Приятный бонус, да. Для китайцев, видимо, всё-таки какие-то принципиальные есть позиции, потому что активные связи с Китаем, да, граничащие государства... Многие из них у нас остаются работать. То есть они заканчивают, перепоступают, да. Остаться работать. И многие общаются, можно сказать, живут на две страны. Так же, как и наши специалисты, у которых есть знания китайского языка, они успевают в фирмах поработать и на той стране, и на нашей. К МГУ хочется обратиться, Любовь Викторовна. Вот тут экономические вопросы в основном, сейчас мы затронулись с Калининградом и с Владивостоком. А политические какие-то процессы, вы говорили, тоже сказываются? Ну, политические процессы, конечно, идут, но вряд ли студенты, поступая на какую-то специальность, уже осознают какие-то политические цели. Не задумываются об этом. Ну, вряд ли, да. Хотя государства задумываются, бесспорно. Вот замечательный пример, поддерживается наш русский язык со стороны государства, но и внутри стран тоже есть поддержка, в том числе и русского языка. Конечно, сто процентов это политический вопрос. А у нашего государства вообще существует некая стратегия продвижения русского языка? Да, вот это мягкая сила. Да, вот мягкая сила. Мы будем неправы с вами, если мы не вспомним, что существует Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Маприал, существует 50 лет. И, в общем, эта ассоциация как раз играет очень заметную роль, извините за штамп, просто в мировых политических процессах. Я правильно понимаю, что вы председатель исполкома? Нет, это другая ассоциация. Это огромная ассоциация Маприал, которая объединяет русистов практически всего мира. И действует она 50 лет. И сейчас, в этом году, это такой юбилейный год Маприала, и в МГУ еще будут события, посвященные этому событию. Это важнейший инструмент на мировой арене. Надо сказать, что сообщество русистов, оно во многом едино. И в разных странах, вот все, что говорили сегодня мои коллеги, это можно было бы сказать и о других странах. Конечно, и чехи, и сербы, и словаки, которые изучают русский язык, они любят нашу страну, и они хотят развивать сотрудничество. Это отдельное такое, я не знаю, сообщество такое, которое имеет, в общем-то, единые цели. В каждой стране присутствует своя ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Вот они соединяются вот в эту общую систему. А кем она финансирует? Хороший вопрос. Ресурсы для ее, собственно, жизни? Конечно, это и наши ресурсы. И это очень много мероприятий каждый год происходит во всем мире. Следующий конгресс будет, это всегда в разных странах. В Москве было, по-моему, всего два конгресса. Следующий будет в Казахстане. Пока еще всегда лидерами были наши крупнейшие ученые советские, русские. Сейчас президент ассоциации Людмила Алексеевна Вербицкая, президент Санкт-Петербургского университета и руководитель нашей Академии образования. Очень известный человек. Следующий конгресс у нас будет в Казахстане. Вот это такой могучий, очень мощный механизм. Что еще нужно сказать о государственной поддержке? У нас с некоторых пор существуют вузовские программы, магистрские, русский язык как иностранный. Вот когда раньше мы с коллегой обменивались, мы просто после вузов, ну так сложилась жизнь. Вот просто достаточно случайно у людей нашего поколения был выбор этой профессии. Нас не учили быть преподавателями русского языка как иностранного. Сейчас существуют магистрские программы, которые очень востребованы. На всех крупных филфаках в стране они есть. Там хорошие конкурсы, там интересные программы. Там действительно готовят специалистов, потому что просто надо сформировать у человека взгляд на свой язык, как на язык неродной. Это не очень просто, уверяю вас. Здесь нужны определенные усилия, ментальная перестройка. Как убедить себя, что ты не знаешь. Да, нельзя же не признать, вот это положительным фактом, правда, и государственной поддержкой. Само наличие таких программ, выпуск специалистов, которые очень востребованы. Но вот безработных нет, это я точно говорю. И всё время... Дальше ещё одно. Вот что интересно. Посмотрите, мы ведь собрались в городе Кирове, который раньше не был никогда центром русского языка как иностранного. А теперь он хочет также занять заметное место. Правильно делает. Вот я сейчас работала с Саранским университетом, и они тоже хотят открывать эти программы. И они тоже правы, потому что вот сейчас до сих пор региональные университеты у нас достаточно всё-таки слабо вовлечены в эти процессы. На уровне договоров с какими-то партнёрами, да? А почему бы и им тоже не стать центрами русистики? Я уверена, что для очень многих зарубежных партнёров интереснее будет послать в Киров или в Саранск, чем в Москву. Мы же не отрицаем региональное сотрудничество, правда? Доступнее. Это доступнее? Наверное, да. Наверное, финансово это доступнее. Но и потом экономические интересы. Здесь вы можете предложить программы, связанные со спецификой вашего региона, которые будут важны, которых нет в Москве. Правда? Почему бы нет? Но, конечно, вопрос этот будет решаться положительно только когда русисты региональные также будут иметь возможность повышать квалификацию, совершенствоваться, сертифицироваться. Извините, у нас такова жизнь, что, в общем, мало просто захотеть быть преподавателем. Прилагать определённые документы. Да, должны быть определённые документы. Вот с этим пока проблема в региональных вузах. Но это вполне решаемая проблема, потому что, например, Московский университет предлагает такой спектр повышения квалификации и профессиональной переподготовки, что любой человек, это доступно достаточно материально, отчасти это происходит в дистанции, но очень разный спектр программ. Конечно, и очные занятия. Мне кажется, что вот просто с этого надо было бы и начинать, потому что зарубежным партнёрам тоже будет интересно знать, что местные русисты сертифицированы в Московском университете, например. Это сразу снимает много проблем. Учитывая, что Московский университет, вот по последним рейтингам, он входит в десятку лучших университетов стран БРИКС. Поэтому, конечно, нужно пройти этот путь. Нужно пройти этот путь. И то, что региональные университеты серьёзно занимаются этой проблемой, это просто замечательно, правильно и справедливо. Спасибо, Любовь Викторовна, я просто... Нужная дава, Венюшка, да. Как раз про инструмент мягкой силы. У нас нет таких глобальных проблем, которые стоят, как перед нашими коллегами из МГУ, потому что всё-таки мы должны осознавать, что МГУ – это МГУ, да? Мы все это. Мы все это понимаем, да, и за ревноваться, состязаться – это вообще-то в этом смысле лишилось всякого смысла. Конечно, не нужно, да. Да. Но вот я хочу сказать о нашей работе, которая вам может представить, как этот инструмент мягкой силы работает, например, в преломлении к нашему, хотя и федеральному, но тем не менее региональному ВУЗу. Мы на самом деле придумали достаточное количество таких развлекательно-завлекательных, интересных мероприятий, которые привлекают интерес как раз студентов к изучению русскому языку. Но назову только два. Такой инструмент, который называется «Конкурс русский диктант». Я поняла, что многие из вас сейчас подумали, что за прелесть русский диктант. Но русский диктант – это такая формализованная процедура, которая сводится к тому, что мы приезжаем в различные города, например, Литвы, естественно, по предварительной договоренности, или Польши, и проводим этот диктант. Похоже на тотальный диктант? Не совсем так. Мы проводим диктант. Тексты, конечно, выбираем такие, которые могли бы быть по силам всем желающим. И при этом… Ну что, это художественная литература какая-то? Да, это всегда художественный текст. Но это всегда мероприятие, которое сопровождает. Мы всегда выбираем какое-то значимое имя, значимое событие. Мы возили, например, Бунина, мы, например, возили Пастернака, как представители нашей русской советской литературы, получивших престижные Нобелевские премии. Это всегда сопровождается демонстрацией фильмов, презентацией книг. И небольшой фрагмент, который потом мы диктуем, он воспринимается на общем фоне, как инструмент, который связан с привлечением к этой фигуре. Мы дарим книги, словари, художественную литературу победителям. Возрастная такая градация очень разная. Иногда приходят наши соотечественники достаточно возрастные, иногда приходят школеры, иногда студенты. В зависимости от разной публики, от разного города, это такое мероприятие, которое проводится как раз в целях популяризации. Насколько массово это мероприятие? Вы знаете, иногда бывает 60 человек, иногда бывает 300. Поэтому это всё зависит от того... Количество для вас, наверное, большой роли не играет. Для вас важно посмотреть, интересно ли это публике. Количество заключается в том, что эти работы надо потом проверить и всё-таки найти победителя. Потому что, как бы всё-таки не звучало это вот так развлекательно, они же всё равно потом хотят получить свою работу, и посмотреть, сколько они ошибок сделали. А второе мероприятие – это так называемая Олимпиада, которую проводит наш университет. Проводит нашу Олимпиаду в заочном онлайн-режиме, что согласуется с нашим сегодняшним девизом, слоганом «Русский онлайн». В ней может принимать участие любой желающий. Задания дифференцируются от степени трудностей, и каждый в зависимости от своих сил эти задачи прорешивает, решает. И потом лучшие из них по рейтингу мы приглашаем на очный этап. Они приезжают к нам в Калининград и уже состязаются в таком мощном соревновании. Но слово «состязается» громко сказано, потому что никто из них не состязается. Это начинается всеобщее братание, потому что интерес к русскому языку прорывается в такие эмоциональные связи, отношения, экскурсии. Мы проводим такие интерактивные форумы, состязания, когда они разбиваются на команды, делают проекты. И поэтому попасть на нашу Олимпиаду желают очень много. Конечно, мы охватываем достаточно большие регионы. И даже, например, участник с не очень хорошим знанием русского языка, ну, например, если он из Аргентины, то будьте уверены, он к нам приедет. В основном это, конечно, все-таки те студенты, которые хорошо знают русский язык, они отправляются за нами сразу на третий тур, на третий уровень. И поэтому вот каждую весну, в конце весны, в конце мая мы проводим очный этап, в феврале заочный этап. И это тоже то самое средство популяризации русского языка, которое работает пять лет безотказно. Мы еще ни разу не получили никакого отрицательного и отзыва, и интерес всегда есть. А скажите честно, у вас бывают моменты, когда киностранцам, каких-то представителям каких-то самых экзотических стран, вы начинаете относиться снисходительно, с иронией, и там, ну что, дружок, замахнулся тут на наш великий и могучий, ну сейчас мы тебе устроим. Нет, 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 этого не может быть. Преподаватель, да. С вниманием, ну нужно сказать сразу, что совершенно особое отношение в этих группах между преподавателями и студентами, это совершенно не те отношения, которые складывались вот у нас с вами, когда мы изучали там то, что мы изучали. Это, если хотите, семья, это некоторые, понимаете, человек, который приехал из Аргентины, обязательно своему преподавателю расскажет, какие новости у него в семье. Ему будет очень тяжело на первом этапе, будет холодно, будет другая еда, вот вы говорили о национальных особенностях. Это мы за эфиром говорили. Да, он обязательно скажет своему преподавателю, что давно не пишет мама, что какие-то проблемы в семье. Это неизбежно. Если этот человеческий фактор мы уберем, это будет совершенно неправильно. И в итоге это повредит как раз нашему образовательному процессу. Это всем известная вещь. Уникальные отношения всегда складывались. Это наша такая вот отличительная черта. Нам сейчас нужно будет прерваться на короткую рекламу. Напоминаю, что мы в процессе изучения проекта «Русский онлайн» с нашими гостями Любовью Фарисенковой, Еленой Малушка и Ириной Лукьяненко. Через две минуты снова в этой студии. Возвращаемся в студию. Это программа, посвященная проекту Вятского государственного университета «Русский онлайн». Здесь в студии Владимир Сметалин. И Светлана Занько. И наши гости еще раз представим. Любовь Фарисенкова, доктор педагогических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, и Елена Малушка, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского госуниверситета, и Ирина Лукьяненко, доцент Института гуманитарных наук Балтыйского федерального университета имени Эммануила Канта. Я тут смотрю, в интернете «Кантиана» называют. Да, наш сайт называется «Кантиана». В перерыве, конечно же, мы продолжали обсуждение. И я делилась с коллегами, что только сейчас я начинаю осознавать всю масштабность пользы этого проекта для конкретно нашего региона. Потому что вот когда Любовь Викторовна рассказала, ну и все наши коллеги, Елена Юрьевна и Ирина Николаевна, об экономических связях, которые возникают и укрепляются, и расширяются, когда есть в вашем центре, в областном, например, центре, в этом регионе люди, которые могут транслировать русский язык, обучать ему, это даёт потрясающий совершенно инвестиционный инструмент в руки правительства этого региона, потому что это же экономические контакты, связи, привлечение студентов, их обучений, семь иностранных специалистов, которые сюда могут приехать и своих детей обучать у нас, начиная от школы и заканчивая вузом. Это поднимает регион совершенно на другой уровень. Нам уже не надо тянуться за Пермью, за Татарстаном, за Нижним Новгородом. Мы выходим просто на другой уровень, уже на своей собственной дороге идём. Вот для меня это сейчас просто буквально открытие, и я ещё больше проникаюсь к этому проекту, о котором сейчас, наверное, и нужно поговорить. «Русский онлайн» поподробнее, как вы его себе представляете, какую вы видите выгоду и пользу в этом проекте. Но ещё нужно сказать, что уже сайт заработал, да? Да, конечно, сайт заработал. Называется, так и называется, «Русский онлайн.ком», то есть как раз таки международный домен, чтобы можно было заходить из любой точки земного шара. Очень красочный, очень яркий, понятный, много различных... Ещё будем изучать. Да. Да, и вам предлагаем слушателей тоже изучать. У нас будет ещё несколько программ, посвящённых проекту. Вы сможете подключаться онлайн и обсуждать этот проект с нами. Но сейчас слово Елене Юрьевне, Малушка. На самом деле проект глобальный и потрясающий. Ну, для начала можно начать с того, что этот проект транслируется на несколько стран за рубежом. Это и страны Латинской Америки, и Европа, и наш Восток. Ну, во-первых, это Аргентина, с которой у нас тоже достаточно тесные отношения. Великобритания, это США. Самая главная польза, о которой мы тоже говорили немножко в перерыве, это то, что наш весь опыт со всей России остаётся в Ядском государственном университете, который тем самым рекламирует свои услуги и создаёт базу такую для преподавателей РКИ. Плюс к тому, мы, каждый, возвращаясь в свой регион, берём опыт, накопленный на этом дьютоне, с собой. И тоже можем принести пользу своему региону, поделившись с нашими коллегами и тоже прорекламировав наши услуги. Кроме того, наши коллеги, которые преподают за рубежом, они могут быть местным преподавателем, могут быть преподавателями из России, которые поехали на преподавательские стажировки или привлеческие программы для обучения русскому как иностранному. Они тоже, видя наш опыт, приобретают нечто новое. Ведь каждый преподаватель РКИ – это абсолютно уникальная личность, у которой совершенно уникальный опыт, несравнимый ни с чем, поскольку каждый регион тоже имеет свои абсолютно уникальные связи со странами, со студентами, свои культурные особенности. Да, мы чуть-чуть уже об этом, вы как раз, надеюсь, это объяснили нашим слушателям. И вы говорите, такой масштабный проект, он что обеспечивает нашему опорному вузу? Он как раз и обеспечивает ему такой семимильный шаг вперед. Потому что не было же этого опыта совершенно. И можно было долго к этому идти, силами энтузиастов, по чуть-чуть где-нибудь. А здесь такая концентрация интеллектуальной мысли и опыта. В любом случае, если учесть, что это федеральная целевая программа, это означает, что наше правительство, наше руководство сознаёт важность этого проекта, раз финансирует настолько масштабный проект. Ещё очень важную вещь вы заметили, Елена Юрьевна, что каждый специалист, который преподает русский как иностранный, это уникальная личность, уникальный специалист. В связи с этим у меня вопрос, а каждый ли филолог, русистом может стать преподавателем русского как иностранного, Ирина Николаевна? Я совершенно не убеждена в этом, потому что знание, база филологическая, она, конечно же, должна быть. Потому что если ты не знаешь русский язык не только глубоко, широко, ты не знаешь своего языка, ты никогда не сможешь передать тот концептуальный смысл, который заложен и в русской лексике, и в других аспектах русского языка. Поэтому быть филологом обязательно. Но при этом важна, очень важна такая эмоциональная, личностная специфика личности. Мы говорим о том, что мы на самом деле вовлечены в эмоциональную сферу наших обучаемых. Поэтому мы должны быть не только доступны в этом смысле, но и открыты. Мы должны быть распахнуты для наших учеников, потому что если они не видят в нас старшей сестры, матери, бабушки, кого угодно, они никогда не пойдут навстречу. Для них чрезвычайно важно вот это эмоциональное составляющее, эмоциональное приятие их ментальности, их отношений, их усилий постичь другой язык. Поэтому на самом деле вчера была сказана очень такая правильная, немножко, может быть, упрощённая схема, но мы на самом деле на себе показываем и части тела человеческого, на себе показываем различные физиологические процессы. Мы можем на себе, мы можем петь. Я, например, человек совершенно лишённый слуха и никогда не буду петь. Но со своими студентами я радостно исполняю всякие песни, потому что народные песни, они позволяют нам добиваться фонетической точности, они добиваются отработки звуков. Поэтому мы не смотрим друг на друга, как мы поём. Мы поём. Я могу танцевать, хотя в обычной жизни это крайне редко делаю. Я специально говорю о себе, потому что мой пример, я никого не задеваю, это мой пример, я открыта, я готова об этом говорить. И вот преподаватель русского языка, как иностранного, они должны, ну, по крайней мере, быть настроены на то, что студент подойдёт к тебе, положит руку тебе на руку, посмотрит тебе в глаза, заглянёт в рот, как ты произносишь что-то другое, звук. Это максимальная открытость и приятие другого человека, другой культуры. Это ребёнка воспитатель. Абсолютно. Это полное включение в жизнь. И спеть ему, и сплясать, и показать. Да, да. Это мы говорим преподаватели РКИ, но это детский сад, это воспитатели в детской группе. Я бы такой провела бы аналогию. Часто мы знаем, что случилось в семье, участвуем в личной жизни. На скольких свадьбах я была, я затрудняюсь вам сказать, это просто вот крестники такие. В межнациональных свадьбах? В том числе в межнациональных и внутри одной страны. Просто очень много уже есть детей, много фотографий, специальные домашние альбомы. То есть преподаватель РКИ – это контактный человек, обязательно, доброжелательный, контактный, готовый практически разными способами добиться своей цели. Человек, с которым хочется говорить. Я не ошибаюсь, всё-таки наивысшая степень погружения в язык – это когда ты начинаешь мыслить о нём, да? Да, совершенно. И в изучении русского то же самое. Абсолютно. Это удаётся всем? Конечно, нет, но это, конечно, удаётся. Если мы говорим о высшем образовании, получаемом в России, конечно, удаётся. Потому что это работы дипломные, совершенно серьёзные на языке. Из этого никак. А магистрская диссертация, она ведь существенная, научный труд, она должна быть написана на языке, на том, который ты изучаешь. Ну, даже бакалаврская работа может быть там по творчеству Тургенева, Булгакова или там по фонетике или стилистике. То есть требования к квалификационным работам не отличаются от требований к россиянам. К россиянам. Остается буквально минута. Можно я? Да. Нас сейчас слушает просто большое количество преподавателей русской литературы. Я это точно знаю. Передаю привет своей сестре и всей Вятской гуманитарной гимназии. Если они сейчас слушают и они заинтересованы, они хотят получить квалификацию преподавателя русского как иностранного, кроме того, что вы сейчас сказали о личностных и психологических качествах, которыми должен обладать этот человек, что ещё они должны учесть и что предпринять для того, чтобы получить эту квалификацию? Может быть, Любовь Викторовна? Ну, вопрос, конечно, хороший. Они должны быть готовы к новой интересной жизни. Они должны понимать, что они сейчас не ожидают, просто понять не могут, какие их ждут повороты вот на этом жизненном пути. Если они к этому готовы, если они имеют диплом классического филолога, то, конечно, мы их пригласим в любой, конечно, в ВУЗ, который они выберут для повышения их квалификации, обратим их к интернету. Но главное, они должны быть свободными, спокойными, доброжелательными людьми, готовыми в любую минуту прийти на помощь, готовыми ночью получить звонок и ответить, и не бросить трубку. Они готовы, должны к другой жизни, которой не живут другие филологи. То есть это не формальный сертификат о повышении квалификации? Он тоже, конечно. Перемена направления, изменение жизни. Сертификат, конечно, тоже будет очень хорош, если он будет лежать в кармане. Но нужно просто понять, что это совсем другая жизнь. Время нашей программы подошло к концу. Я обращаю заинтересованных учителей, те, кто хочет приобрести такую квалификацию к сайту «Русский онлайн». Там будет сконцентрирован опыт многих ВУЗов нашей страны и зарубежья. Ну и Любовь Викторовна тактично сказала, мы можем направить в любой ВУЗ и в интернет. Но те ВУЗы, которые представлены сегодня у нас в студии, вы слышали их позицию специалистов, слышали. И, конечно, наш замечательный опорный ВУЗ, который реализует великолепный опыт по интеграции и концентрации программы изучения русского онлайн, тоже к вашим услугам как минимум в ближайшее время точно будет. Благодарим наших гостей. С нами были Любовь Фарисенкова, доктор педагогических наук, профессор МГУ, Елена Малушка, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского госуниверситета и Ирина Лукьяненко, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Эммануэла Канта, Светлана Занько и Владимир Сметанин. Добро пожаловать в наш город. Удачной работы в рамках Эдитона. Спасибо. До свидания. Спасибо.